Всем привет! С вами Мария. Сегодня речь пойдет о моей Ванде, которую кто-то ест из насекомых. Я вам показывала ее и вставлю еще одно видео о тех насекомых, которые ее пожирают. И кто в первый раз смотрит это видео, это не важно Ванда или Фаленопсис. Важно то, что мы должны бороться с этими насекомыми. Каждый орхолюбитель в свое время обязательно столкнется с этой проблемой. Вот и я столкнулась. Значит смотрите, стояла у меня эта Ванда на моей лоджии и были окна открыты. И я пытаюсь определить, что бороться с вредителем надо его узнать в лицо. Я точно знаю, что это не червец, потому что он белый такой и с паутинками. Также я точно знаю, что это не щитовка, не красный клещ, потому что я их тоже видела в глаза. И представление имею о том, как выглядят эти насекомые. Значит, выглядят мои насекомые, которые пожирают мою Ванду, очень неприятно. И такие черные маленькие, как червячки они, тоненькие, значит, особи черного цвета. А когда они молодые, то есть снимаешь кроющую чешуйку с цветоноса и видно, они вот знаете, прям клубятся. Клубятся как змеи в клубке в таком белого цвета, такие как червячки, личинки. То же самое, длинненькие и единственное, что они чуть меньше взрослых черных особей, отличаются по цвету, такие белые. И вот клубятся, клубятся как вот змеи, вот прям между собой. Значит, обрабатывала я октарой. Меня просили показать, какой именно. Вот такой я обрабатывала октарой. Она с голограммой, вот она. То есть она лицензированная, средство очень сильное, но оно, я так понимаю, действует только на взрослых особей, которые питаются соком растения. И когда попадает на это насекомое, значит, оно погибает. Действительно погибает, я видела, что перестают они лазить. Но дело в том, что когда находится эта кладка под кроющей чешуйкой, на нее не попадают вот эти вот брызги, да, там или... Ну, в общем, вот эта вот октара, она, получается, что бездействует. Значит, если это трипсы, хотя я в этом не уверена, не знаю, это они или не они. Трипсы, вообще, я перелопатила очень много информации, имеют 5 ступеней развития. То есть их вообще нужно желательно травить, даже не 3 раза, а 5 раз. Начиная там от яиц и заканчивая уже взрослой особью. То есть это должна быть 5-кратная обработка. Допустим, каждую неделю, вот, выбрали воскресенье. Не выбрали, а с того дня, с которого начали, и каждое воскресенье вы пошли обрабатывать 5 раз. И действующие вещества нужно менять для того, чтобы не выработался иммунитет у этих насекомых к действующему веществу. И протравить нужно до конца, иначе те особи, которые останутся, они уже не будут поражаться этими веществами, которыми мы травим. И, к сожалению, будет как будто бы новый гибрид, и уже его вытравить будет очень тяжело. С сильным таким каким-нибудь лекарством, вот, и которое вредно не только растению, но и человеку. Поэтому, зачем это надо, если мы с этим сталкиваемся, если мы с этим сталкиваемся, нужно вытравить и не выводить новые гибриды этих насекомых. Значит, у меня также есть вот такой вот, вот я, к сожалению, верхушку уже убрала, но написано «Искра». Да, тоже защита от насекомых-вредителей, порядка 60 видов. Там таблеточка, она разводится тоже в воде, и тоже я ее опрыскала. Значит, я свою ванду угробила большой ошибкой. Ну, как угробила, я не знаю, может, она и выживет. Вот, девочки, которые видели в сообществе фотографию, я показывала. Я вам покажу ванду, просто она висит у меня верх ногами, сейчас сушится в ванной. Я ее обработала вот этой вот искрой, потому что я хотела снять ее, показать вам, а увидела, что опять подкроющей чешуйкой очередной, значит, вот этот вот рассадник белых личинок. Вот, что у меня еще есть? У меня еще есть вот такой вот клещевит. Это от клещей. Уничтожает клещей. Просто покажу вам, чтобы вы знали. Есть также кинмикс, вот такой вот. Это против листогрызущих вредителей. И что еще хотела вам сказать? А, к сожалению, вот мне очень много. Большое вам спасибо, посоветовали различные препараты. Значит, и, к сожалению, сейчас у нас магазины закрыты в связи с вот этим коронавирусом. И все, что у меня есть, вот только эти вещества. Фитоверм я знаю тоже против трипсов можно использовать. Но у меня сейчас, на данный момент его, к сожалению, нет. Значит, моя ошибка с вандой. У нее по стволу, вот ствол, да, в вандой. И начиная от центра ствола, начинают расходиться листики. И вот основание этих листьев у меня пожелтело. И такое, как ожоги получила. Значит, почему это получилось? Вот это моя ошибка, тоже имейте в виду. Потому что совет был хороший. Из-за того, что у меня огромная влажность, порядка 80-90 градусов бывает, да. Обязательно я переворачиваю эту ванду. Все из нее, из пазух выходит. Но влажность, влага остается между листьями в пазухах. И я решила ее просушить феном. Я ее просушила феном. И на следующий день увидела, каким желтым стало это растение. Я безумно расстроилась, что у меня даже не от насекомых погибла моя ванда. Да, от вредителей. Но она еще не погибла. У меня все равно теплится надежда, что возможно ствол-то живой. Может она потеряет свою презентабельность. Она у меня с 2017 года. Мы с ней подружились. Она у меня один раз свела. И вот потом год она пропустила. И вот в этом году, в 2020, спустя получается 2 года после последнего цветения. Я ждала этого цветения. Она выпустила 2 цветоноса. 2. Я вчера даже прослезилась. Когда вот так привыкаешь, да, выращиваешь даже растение какое-то. Очень привязываешься. Вкладываешь свой труд. Мои близкие меня не понимают вообще. Ну, как бы, ну, случилось и случилось. И что тут такого? К тому же есть такая небольшая тревога по поводу вообще всей коллекции. Вот. Потому что мало ли, куда они переползли, эти жучки. Но вроде бы я пока не вижу никаких изменений на остальных растениях. Я их тоже пролила октарой. Ванда эта у меня стоит совершенно отдельно от всех моих растений. На, не то что отдалении, а в другой комнате под лампой тоже стоит. И я надеюсь, что с ней будет все нормально. Я вам, наверное, сейчас вставлю видео о том, как она у меня сушится. И, кстати, я включила вентилятор, который крутится. У меня вот как голова, да, вправо-влево. Также и вентилятор такой поставила, чтобы просушивалось в мое растение. После того, как я производила опрыскивание по листу. И по вот этим вот цветоносикам. Так, и в конце в самом вставлю видео об этих жучках, червячках, которые я вам показала. Посмотрите, может быть, кто-то опознает. Я так поняла, с девочками поговорила. Все слышали об этих трипсах. Говорят, что, скорее всего, это они. Но никто не уверен. Вот, так что. А видов трипсов, оказывается, несколько сотен, по-моему. Если не тысяч. Вот, точно не помню. Есть такой канал. Якинеев, фамилия, имя не помню, автора. Он пишет труды и очень такой компетентный мужчина в этой области. Можете тоже зайти, посмотреть. Очень грамотный такой. Мне понравилось, как он рассказывает об этих трипсах, об их пяти уровнях развития и что их надо вытравливать до конца. Такое полезное видео советую. Просто по-человечески советую, что, если кто-то столкнется, это, конечно, посмотреть более такого, знающего человека, у которого есть труды на эту тему. Ну что, пойдемте, покажу вам, как висит моя ванда и как она желтит в свои, значит, листики, в каком она состоянии. Ну вот, висит она вот так вот в ванной, потому что ей нужно просохнуть. Я ее опрыскала сейчас искрой. И вот они, два цветоноса. И под каждой вот такой чешуйкой я обнаруживаю, значит, каких-то вот этих вот особей. Буду и дальше бороться. По желтине у нас вот в этом месте вдоль ствола. Здесь и здесь. Наверное, плохо видно, будет очень темно, да? Сейчас попробую вот с этой стороны снять. Вот очень хорошо видно по желтине. Значит, это, скорее всего, ожог от того, что я горячим воздухом сушила. Совет хороший, но вот я не догадалась, что нужно сушить, значит, этим холодным воздухом. Неудобно там оказалось снимать, уж простите, как смогла. Она висит в углу, и это ванна, да? Там ни подсветку не сделаешь, другую, ничего. Вот. И показываю я вам для того, чтобы вы не делали моих ошибок. Потому что, когда мы слышим, что человек подсказывает, может быть, правильную вещь, но воспринимаем ее неправильно, да? То есть мне посоветовали просушить пазуху феном. Я, как волосы свои, так же эту ванну просушила. И не учла, что, конечно же, у нее листья более нежные, чем мои волосы, моя кожа. И надо было просто сделать холодный воздух. Вот. Сейчас я вам ставлю видео об этих жучках, червячках, которые, к сожалению, вот напали на мою ванночку. Вот он ползет. Белый такой червячок. Их там много. Двигаются довольно быстро. А взрослые особи, они черные. Вот я сейчас только-только сняла сверху этих бутонов кроющие чешуйки и увидела вот этих вот червячков. Хотя я уже обрабатывала два раза октарой. Значит, те, которые на поверхности, они сдохли, а эти до сих пор находятся на цветочке. Я сейчас опрыскаю искрой прям по цветку. Видно, да? Вот эти вот белые движущиеся. Вот. Ой, господи, как жалко вообще. Слух нет. А с вами я прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.